Здравствуйте! Возьмите комиссию по науке и музыкального собрания. Сердечно вас приветствую. Приятно, что наши социологи работают во многих сферах. Они имеют определенное и физическое влияние, и в правительстве, и в законодательном собрании. И, конечно, можно только приветствовать, когда происходит сочетание научно-технической деятельности и непосредственно законодательной и государственной деятельности. Прекрасно, что это чтение уже проводится в пятый раз по инициативе университета, факультета социологии. Прежде всего, уважаемого Анатольева, Скворцова и многих других. Прекрасная конференция, мы все их помним. И научные трубы до сих пор, естественно, не теряют своего значения. Это и в Большом университете, это и в Институте экономики сервиса туризма, это в Эджерконе, это в Педагогическом университете конференция, которая была посвящена социологическим проблемам образования. Поэтому очень правильное направление мы избрали, и хотелось бы поздравить вам по этой плане работой работы. Тема моего выступления была заявлена как возрастание роли союзного государства в системе глобальной безопасности. Ну, помимо прочего, я руковожу межрегионально-общественную организацию в течение 17 лет, Российско-Белорусское братство. Она была создана тогда, когда, собственно, было подписано первое соглашение о единении России и Белоруссии, единое государство. Это 17 лет тому назад, и ежегодно мы проводим огромную работу в плане укрепления нашей дружбы, ибо современная геополитическая обстановка показывает наступление Соединенных Штатов Америки, захват все больших территорий под свое влияние, как бывших наших союзников из стран социалистического задружеского прибалтийских республик, уже наших советских и Кавказии, и Закавказии. То есть жизненное пространство Соединенных Штатов Америки расширяется, а Россия, современная Россия, сужается, как шагренивая кожа с каждым годом. Поэтому мы когда-то имели сильное влияние и на Ближнем и Среднем Востоке, и на Тихоокеанском регионе, особенно в регионе Северной Кореи, сейчас мы здесь позиции деляем как влияние других стран. В этих условиях для нас, конечно же, очень важно создание мощного блока на постсоветском пространстве, он создается в лице прежде всего союзного государства России и Белоруссии, в лице таможенного союза, Евросоюза, который мы сейчас уделяем первостеперное внимание. Но я глубоко уверен и на этом настаиваю, что все-таки высшей формой сотрудничества межгосударственного является союзное государство. Хотя акцент сейчас, как вы понимаете, перенесел именно на таможенный союз и Евросоюз. Для нас очень важно имеют отношение и укрепление союзнических отношений в создании единого государства с Белоруссией. Потому что Белорусь это действительно динамично развивающаяся республика. Мне приходится там очень часто бывать, а с точки зрения безопасности России именно Белорусь обеспечивает стабильность на наших западных рубежах, на наших границах. Она располагает одной из самых боеспособных армии Европы. Общая численность вооруженных сил составляет 85 тысяч человек. Но самое главное, что она очень вооружена технически. И прислужить в армии Белоруссии это престиж для каждого мальчишки. Если хотите, там конкурс на то, чтобы остаться в армии. Это очень важно. Надо сказать, что на пространстве от Римина Киева только белорусские ПВО отслеживают ситуацию и информируют Москву. Белорус сохранил уникальный центр, который фиксирует любой взлет самолета за 2,5 тысячи километров, то есть практически один из любого аэродрома в Европе. Ганцевическая суперсовременная радиолокационная станция, веденная совместно с Россией, позволяет контролировать выпуски любых ракет и других летательных объектов за Атлантикой. Россия за эту станцию не платит Белоруссии ни копейки. Для сравнения, заметим, что за Байконур Россия ежегодно платит около 200 миллионов долларов. На территории Белоруссии расположена Милейская радиолокационная станция. Мне удалось там побывать, посетить, любезно предоставили возможность посмотреть, обеспечивающую связь ядерных подводных лоток России с командами Российской Федерации. И за это Россия не платит ни копейки. А кто обеспечивает безопасность на западном направлении нашего союзного государства от Риги до Киева? Опять же, белорусские ПВО. Белорусская армия является продолжателем слабых традиций Советской армии. Ни о каком сокращении вооруженных сил в Белоруссии ни речи не может быть. Она, наоборот, укрепляет свою мощь. Существенный вклад Белоруссии в современное производство вооружений. В настоящее время 180 российских оборотов предприятий поддерживают контакты со 120 заводами. в Белоруссии. То есть, вот это, может быть, не всегда у нас понимание, что иногда в нашем прессе, особенно такой популярный, что Белоруссия чуть ли является не нахлебником России, не нужна ли она нам. Вот эти факты говорят, что мы, по сути дела, единый народ. У нас единая создается экономическая база. И самое главное, это Белоруссия обеспечивает безопасность на наших зарубежных границах. За последнее время развернулась мощная атака белорусской оппозиции против президента и против союзного государства. Это связано с превышением выборов президента, с недавними выборами, которые прошли парламент Республики Беларусь, которые прошли действительно с воодушевлением, честно. Я был международным наблюдателем, бывал на многих участках, по сути дела, посетил 25 участков. Вы знаете, для белорусского народа это был праздник, по сути дела, более излияние, добровольное. И даже международная коописия в России, которые там присутствовали, когда присутствовали там и выступали на пресс-комбеденции, говорили, да, все демократично, все нормально. Как только уехали, начали сразу первое заявление, что выборы прошли недемократично. Поэтому значение то, что оппозиция сейчас активизировалась и настораживает то, что оппозиция русская. Берет пример с оппозиции украинской, то есть блокируется даже с неонацистами. Вот недавно в Миннесе прошел оппозиционный съезд всех политических сил, противостоящих президенту Белоруссии и Союзу Белоруссии с Россией, на котором впервые за все годы участвовали и те, кто сражался на стороне гитлеровского вермахта. Поэтому мы должны беречь, укреплять этот союз и укрепить связь с социологами Белоруссии. Они очень много работают. Я вот сегодня не вижу здесь белорусской делегации. Они каждый год участвуют. То есть на каждой нашей крупной конференции в Санкт-Петербурге мы обычно встречаем и белорусских своих коллег, но, наверное, в силу этих причин не смогли приехать. Поэтому я еще раз желаю вам всех успехов и давайте укреплять дружку с Белоруссией.